Это мой влог, который я монтирую уже много дней. Не могу его смонтировать. Он какой-то странный получается, он слишком длинный получился, и я разделила его уже на две части. И я подумала, что вначале вообще очень сильно не хватает меня, моего лица, вступления какого-то, где я расскажу, что будет, и я расскажу прямо сейчас получается. Сначала были два музейного дня. Я ходила в музей одна, со своими друзьями-корейцами, которые как раз-таки этой хатой занимаются. И потом будет магазин-супермаркет, где я буду рассказывать про японские цены на продукты всякие повседневные. Ещё тогда вписывается в этот влог съёмка из очень известного магазина по аниме прямо на Сибуэ. И заброшка, прикиньте, заброшка. Я ещё заброшку успела в центре Токио. Приятного вам просмотра. Я купила себе какую-то приблуду на шею, которая, конечно, ничего не стабилизирует, но зато позволяет снимать как бы вид от первого лица. И вот я проснулась. Можно убрать постель. Всё, наверное, трясётся. На улице сегодня, вот, по крайней мере, сейчас как-то немножечко пасмурно. 23 градуса. На самом деле, 23 градуса – это чуть ли не моя самая любимая температура, которая вообще существует. Чё у нас там? Хорошо. Здорово. Ну, вот вообще никого нету. Ну, приятная погодка, я так скажу. Мне нравится. Здесь, в Японии, принято сортировать мусор, на самом деле. И бутылочки вот такие вот отдельно идут, пластиковые бутылки. По-хорошему, по всем правилам, эти правила даже иногда сами японцы не соблюдают, нужно снимать вот эту обёрточку. Здесь даже есть вот уголочек, за который надо потянуть. Она очень легко снимается. Это положить в пакетик с несгораемым мусором. А это дело – скрутить. Скручиваем. Закручиваем. Иногда, кстати, крышечки тоже отдельно. И вот так вот со всеми бутылочками мы поступаем. Здесь, видите, даже есть специальное место, где можно надорвать эту этикетку, чтобы её легко снять. Но я говорю, сами японцы такое тоже крайне редко делают, но есть в этом что-то иногда даже умиротворяющее, что ли. Вот, потом этот мусор раскладываешь по пакетикам и относишь на помоечку. Здесь вот в этом месте, в этом районе, где я живу, никто особо не парится, мне кажется, на тему сортировки мусора. Там как бы сжигаемый, несжигаемый мусор, они все в одной куще лежат. Правда, бутылки, банки стеклянные и алюминиевые, они все отдельно лежат. Но вот сгораемый и несгораемый мусор вместе. А бывают такие места, где мало того, что всё не вместе, а всё разделено, так ещё всё по разным дням вывозится. Поэтому имейте в виду. Никогда у меня не было Неспрессо раньше. Тут вот впервые я стала пользоваться машиной Неспрессо, оказалось очень удобно. Я купила сразу какие-то вот себе наборчики здесь. кокосовые, что ли, это? Да, с кокосовым привкусом, очень прикольный. Так, ну я сейчас в школу. Я сейчас в школу, ребят. После школы приду, пообедаю, наверное, и мы с вами пойдем в музей. Такие яйца взяла в магазине, никогда такие не пробовала. Ху, интересно попробовать. Наверное, просто солоноватые будут. Ну да, внутри такое яичко, оно было, знаете, в соевом соусе, разбавленном водой как будто бы. Ммм, очень вкусное. Это маринованное яйцо в соевом соусе. Оно немножко сладковатого такого вкуса, солоновато-сладковатого. Приятное очень. Приятного аппетита. Вот такие вот люди иногда на улице встречаются. Что-то он там предлагает. Сейчас посмотрим. Тертики. Можно наблюдать за мастерством мастера по приготовлению суши. Они учатся много лет. Видно, как ловко получается. Раньше здесь ездили суши, сейчас нет. На айпаде на этом можно выбрать себе, что хочешь, и заказать прям за стол. А здесь и напитки, и все на свете. Я хочу сашими. Где сашими? Где сашими? Где сашими? Вот сашими. И с тунца. Разный клинец. Отадакимасу. На платформе рыбе приехал мой заказ. Надо что сделать? Взять тарелочку, поставить себе на столик и нажать на кнопочку и отправить обратно. Какой-то медведь здесь танцующий есть. А вот в QR-коду я его скачала, и вот теперь он там едет на столе. Кто его не видит? Прямо, да. О'кей. О'кей. Центр охраны. И, конечно же, здесь маскот полиции японской. Вот такой вот он смертной. Сейчас я нахожусь на 53-м этаже. Это море-башня. Здесь смотровая площадка. И проходит в данный момент выставка, посвященная японским демонам, йокаям. И это на входе. Сейчас мы вот такой вот видим. Сразу большой плакат и очень много народу. Замечательно, что еще можно посмотреть на Токио с высоты, даже, не знаю, наверное, выше птичьего полета. Здесь всегда мне очень нравилось, особенно приходить вечером почему-то и смотреть на вечерний Токио. И, конечно же, я очень люблю японскую мипологию, японских демонов в том числе. Они такие миленькие и совсем не страшные визуально. Они не всегда злые, если что. Некие господа Сунекусури. Сунекусури. Надо будет почитать потом о них подробнее, потому что я когда-то это все изучала, но уже все давным-давно забыла. И таких персонажей я не помню. А это что за Колобок? Бетто, Бетто Сунекусури. Зовут его, похож на Пакмана. Пакман или Колобок. Почему-то мне кажется, что если бы я пришла вечером, то было бы, наверное, более атмосферно. Это взбунтовавшаяся гетто, которая превратилась в монстра, которого зовут Бокки Цзури. Бокки Цзури. А, это Цзури, понятно. О, такую мы видели в Гостуайр Токио. Такая точно была, с ножницами бегала. Здесь такой громадный плакат. На нем написано «Хякия-хо». Это ночной парад стад духов, как я сейчас читаю в Википедии. Японское поверье, связанное с представлениями о чертях, духах и демонов Йокай, которые ежегодно проходят летними ночами, особенно в августе, по улицам человеческих поселений, исчезая с рассветом. Любой, кто, не имея духовной защиты, сталкивается с процессией, умрет. Я бы хотела столкнуться с такими, конечно, но защищенные обязательно. И здесь же можно посмотреть на вид Токио. Днем. Очень красиво. Я очень люблю этот вид. Я сюда много раз приходила, в этот музей, на эту смотровую площадку. И просто наслаждалась. Просто сидела где-нибудь вот здесь вот около окошка и смотрела на город. Я знаю, что многим не нравится. Многие прям пишут слова отвращения относительно того, как выглядит город. Но я совсем не разделяю такого мнения. Мне кажется, что все очень красиво и аккуратно. Токийская башня, конечно же, одна из главных достопримечательностей Токио. Очень известная знаковая постройка. Сегодня последний день выставки. Я залетела, купив в интернете себе билет, потому что в кассах уже не продавался. Какая милота. Кауаи, сказали бы японцы. Самолеты летят один за другим. Так что мы с вами наблюдаем с высоты самолетного полета. Очень круто. Здесь под завершение выставки мы видим еще одного представителя японского фольклора, которого зовут Нурикабе. Это такая стена, которая появляется ночью на пути у путника. Она способна растягиваться во все стороны и не позволяет ему пройти. Избавиться от такого препятствия можно только лишь постучав по нижней части этой стенки. Тогда она исчезнет. Интересно, почему именно по нижней. Ого, мне кажется, еще никогда так пустынно не было здесь, на смотровой площадке. Очень мало народу. Такое потрясающее место. Хочется здесь заниматься какими-то танцами сразу или йогой на высоте. И, кстати, ни разу еще не встречала такого, чтобы здесь случалось, например, землетрясение. И слава богу. Посмотрела выставку. Она вышла. Тут плакатики. Жалко, внутри снимать нельзя было. Прямо строго везде висели значки. И по классике нас приглашают после выставки пройти посмотреть в магазине товары по ней, по этой выставке, связанные с ней. И вот персонаж Гася Докуру. Я его очень люблю. Я смотрю, он переносит и остальных йокаев на себе. С удовольствием что-нибудь приобрела бы себе, если нашла бы какой-то интересный товар. Такой здесь умилительный магазинчик развернулся. Оформили в стиле старых рынков японских или фестивалей. Сейчас посмотрим. Картина здесь продается за полмиллиона рублей, если что. Можно приобрести. Здесь у нас персонажи аниме Ге 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 Нокитару. Файлик для бумаги всегда пригодится. Я уже вижу то, что я хочу. Хочу я. Мои приобретения. Это полотенчик такой для лица, который можно с собой брать. Я такими постоянно пользуюсь. После такой выставки, конечно, немного по-другому воспринимается гигантское кладбище Ао Яма, которое мы видим прямо перед нами. Оно занимает прямо большую часть Токио. За 500 йен можно подняться еще и наверх, на крышу. Здесь очень сильно ветреные. Даже просят снимать шапку и кепки, если поднимаешься, чтобы, не дай бог, не улетела куда-то, а потом точно не сможешь ее забрать. Блин, кажется, у меня начинается бой с сенатором. Снова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где я нахожусь вообще? Какое-то место страшное, конечно. Еще все звуки из соседней комнаты. Довольно креповенько. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то от Чун Чи-то есть? Из того рассказа, где люди уходили внутрь гор. Куча шкафов. На них человек нарисован. Из головы. А вот и голова. Дело. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Вроде как так было раньше. Посмотрим, как сейчас. Это уже не комбини. Это настоящий большой супермаркет, в котором есть гораздо больше, конечно же, чем есть в комбини обычно. Это первый этаж нас встречает таким разнообразием. Фрукты зачастую продаются по одной штучке. Вот, например, яблоки. Одно яблоко стоит 92 рубля. А если вам захочется дыньки, она обойдется вам в 1300 рублей. Одна штучка. Вот эта вот, причем правая дынька. А есть другая дынька, видимо, более крутая, и стоит она 2300 рублей за штучку. Целый стенд с виноградом. О, боже, какой красивый. Стоит он у нас в переводе на рубли 500 рублей где-то. Какая красивая клубничка с Хоккайдо. Она у нас стоит 279 рублей. Упаковочка из трех морковок обойдется вам 120 рублей. А вот такие помидорчики, томаты, будут стоить 185 рублей. Очень много всяких разных грибов. Вот эти, например, стоят 45 рублей. Вот эти красавчики тоже по 45. А вот такая упаковка грибов будет стоить 60 рублей. Много разного японского молочка. Вот это вот я всегда беру. И такое у нас будет стоить 107 рублей за пакет. Такой лосось будет стоить 158 рублей за всю упаковочку. 214 грамм. А этих маленьких рыбок я просто не перевариваю в блюдах. Их добавляют в салат часто. Почему не перевариваю? Потому что у них есть маленькие глазки. О, божечки. Свежайшие наборы суши и сашими. Вот такой готовый наборчик свежайших суши вам обойдется за 600 рублей. А вот такие сушки с лососем будут стоить 365 рублей. Лосось по скидке 200 рублей. За упаковку осьминожек. Причем большой достаточно относительно моей руки. Получается 379 рублей со скидкой. Мясо вот совсем не разбираюсь, но такое стоит 849 рублей. Стейк. Мясо огромный отдел. И очень много разных разновидностей. Ветчина по скидке 4 кусочка 130 рублей. Возможно, вы спросите, сколько стоит батон хлеба. Таких типичных батонов здесь, на самом деле, не так-то просто найти, особенно в обычных магазинах. Но здесь есть. Вот такой батон, нарезанный уже, но очень пористый, воздушный, 83 рубля. А вообще батончики стоят 70-80 рублей. То есть, а точнее, не батончики, а вот такой вот хлеб. Он уже нарезанный, квадратный, подходит для тостов. А вообще много готовых блюд, и их брать выгодно. И в ресторане есть, в кафешках выгодно. Потому что, например, вот такое блюдо стоит 230 рублей где-то. А смотрите, здесь и рис, и котлета, и креветка в панировке, и макароны, и картошка, и брокколи. Много всего. Легко наесться. И 870 калорий, ребят. На втором этаже здесь в основном бытовая химия, но также есть вот такие вот, видимо, предметы первой необходимости. И одежда тоже такая простенькая. Много всяких разных чипсов, но я помню, что я обожала вот эти чипсы раньше. Сейчас я такое есть уже не буду, но если вы приедете, всем советую. 600 рублей стоит такая упаковка, а не со вкусом пиццы. Очень много разных растворимых супов. И вот такое, я точно знаю, продается в Москве. Здесь он стоит, если что, 60 рублей. А у нас сколько? 600? Мне кажется, 600. Долго залипала на эту девушку. Она ходит по магазину. В корсете. Худенькая. В длинном платье. Взяла себе хлеб. Прямо адвунка. Прямо адвунка зрителя, его. Приятного. Магазин лайф у нас произошел с вами на видео, я купила свои вещи и еду теперь Пойду пешком в сторону дома, иду как настоящий Гайден, жру на ходу виноград, вкусный ребят, очень дорогой, но вкусный он без косточек, он такой нежный, он по вкусу прям как желешка какая-то вкусненькая, сладенький прям, но такой конечно пачку прям сразу не съешь, на несколько дней я думаю Идешь такой по дороге в сторону дома, небоскребы, потом поворачиваешь голову в сторону, а там Турии, значит храм и прям невозможно не свернуть Так, я поднялась, здесь проходим кладбище, и вот такие тут скульптуры Я в этом храме никогда не была, я помню его, Ghostwire Tokyo Я его помню в Ghostwire Tokyo Здесь уже под конец игры замес был, не знаю помните вы или нет, смотрели ли вы у меня на стримах, как я проходила или нет, но это точно оно Я сюда пришла, у меня не было жизни, ничего не было, и здесь были куча с океанной и так далее Такие таблички тут с желаниями, можно написать, потом служитель храма их собирает и сжигает Вот так вот здесь здорово и спокойно В последнее время я постоянно вижу, что очень низко летают самолеты на Токио И буквально пока вот сейчас я вышла на улицу и шла недолго, посмотрите Я увидела уже самолетов пять, наверное Такое чувство, что он сейчас просто крышу дома заденет Настолько низко и настолько часто они летают Такое性 тут врач pozараков Настолько людей ниframes Пока нет, кто себе запах Мне даже ничего говорить не хочется. Какая-то такая интересная атмосфера складывается. Сейчас скоро стемнеет. И вот это время очень интересное, проведенное среди таких построек. Самолеты, постоянно летающие над головой. И храм, который остался за спиной, очень необычное чувство во мне вызывает. Такая табличка здесь на земле. Мне даже пришлось гуглить это дерево, дзельква называется у нас. Дзельква. Первый раз слышу. Видимо, вот японцам надо было напомнить всем. В Японии из-за короны стало плохо немножко. И, например, гигантский магазин «Першка» закрылся, как и многие другие магазины. На Харадюку, например. Вот такие дела. Хорошо, что мои любимые японские магазины сохраняются. Это магазин, например, очень известный на Харадюку, в котором можно купить всякие штуки старенькие, связанные с аниме и с мангой. Посмотрите, какой здесь вход. Это не я, если что. Это здесь плакат электронный. Так, и сюда спуск миллион лет. Как будто бы в бункер спускаемся. Это вот вообще, что это за челы? Пахнет сыростью. То, что нужно для атаку. Что это? Выглядит потрясно. Замечательный магазин. Здесь сразу мои номеры сидит. Куча манги. Так, ты выбираешь персонажа, какого хочешь. Например, Мидорио. И, пожалуйста, Тодороки и Мидурия. Громадный магазин разворачивается во все стороны. Здесь также есть фигурки, в том числе вот такие вот. БЖД. Мы их раньше называли. Не знаю, как сейчас их называют. Здесь есть даже старенькие выпуски манги в огромных количествах. То есть, если вы ищете что-то конкретное, здесь вы, скорее всего, это найдете. Также здесь, конечно же, фигурки в огромном количестве. Ваш любимый клинок, рассекающий демонов. А есть и такие темы, типа гремлинов или Рена Стимпи, или Саус Парк, казалось бы, да. Но японцы же, они же тоже здесь покупают. И для них, как бы, анимейшн есть анимейшн. Анимация, то бишь, аниме или вот американская анимация. Они все это любят одинаково. Катюша. Здорово. Коробки с Годзиллами. Годзиллочки. Обожаю. Какой симпатичный. Хотеть. Некоторые фигурки здесь прямо раритетные. Например, вот такая фигурка. 20 тысяч рублей стоит, хотя размером она с мой палец. О, это вам, чатик. Это вам, зрители. Это для вас. О, моя любименькая. Ганс. Ну-ка. Ах. Ах. Берсерк мы искали миллион лет. Серьезно, минут 10, наверное, ждала, пока мне найдут, где находится Берсерк. И вот он здесь, в самом низу, малыш Берсерк. А первой части нету. И что вообще мне делать? Ого, внезапно заброшка. Интересное дело. Заброшенный лав-отель. Лав-отель прямо в центре Токио, никому не нужный, разбитый. Лав-отели забавные, конечно, но не этот. В этот очень хочется залезть, но я туда засунула уже нос. Там пахнет прямо плесенью какой-то. Ну и вообще одно, и в Японии. Ну, конечно, типа здесь вот курицы сидят. Ну а там что, есть там вход открытый? Лол, есть. Очень интересно. Просто заходи, кто хочешь. Мне кажется, молодежь здесь, которые в клубы ходят, развлекаются тем, что здесь тоже лазает. Трэш. Трэш. Ну, лифт, очевидно, не будет работать. Блин, пипец, это страшно все. Это прямо около моего дома. Лол. А где-то свет горит. Откуда свет горит? Кто-то там в комнате, что ли? Блин, одной ночью лазить, наверное, мне не стоит здесь все-таки. Мало ли кто там сидит. Надо кого-нибудь с собой взять и вместе походить. Посмотреть, что здесь есть вообще. Устала. Устала. Те, че, че. Часов 12 спать хочу. А не получится. Субтитры сделал DimaTorzok